Поколение второе, вышедшее из Египта, вышедшее детьми, неответственными детьми, зависящими от своих родителей, да? И вместе с тем, есть потрясающие моменты. И здесь, в 4 главе, написано, в 20 стихе, «А вас взял Господь, вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Хорошо, детьми вы, ладно. «И Господь прогневался на меня за вас, и клялся, что я не перейду за Иордан, и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру в всей земле, не перешедшей за Иордан, а вы перейдете и владеете той доброй землей». Мамочка, а чего же Господь прогневался за них, если Он прогневался за то поколение? Вы просто отметьте для себя эти моменты. Здесь очень важные нюансы. Оказывается, не только благословения отцов переходят на детей, но и… А оказывается, в какой-то мере на это поколение половина и отцов, да? как потом их жизнь в обетованной земле и показала. То есть это поколение все-таки, хоть оно видело ужасный пример их отцов, хоть оно видело, что никакие Божьи обетования не выполняются автоматически без их участия, но тем не менее они несли на себе печать отцовского проклятия. Иначе бы Панисей никогда не позволил себе такую странную фразу, как в 21 стихе. И поэтому он предупреждает их в 23-м, берегитесь, чтобы не забыть вам завета Бога вашего, который он поставил с вами, чтобы не делать в себе кумир, изображая что-либо, как повелел тебе Господь Бог. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель». И дальше. Он описывает им, что будет, если они отвратятся от Бога, и их потомки отвратятся от Бога. И потомки потомков отвратятся. 26 стих. «То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудите много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным руками, сделанным руками, которые не видят и не слышат, и не едят, и не понятят. Да. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать всем сердцем, всем душой. И дальше описание. В 31 стихе. Господь, Бог твой, есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им. Да. То есть, Он утвердил клятвою завет с отцами их. И этот завет распространяется на все. Потомство. На потомство распространяется благословение завета и проклятие завета. Да. Причем, благословением огромные преимущества по сравнению с проклятиями. Благословение на сколько распространяется? На четыре? На тысячу родов. А проклятие на четыре рода. Да? Вот. На самом деле, они несут на себе проклятие их отцов, но они также несут благословение. Но благословение гораздо сильнее. И это дает им возможность делать правильный выбор, отвергая не Божье наследство, постоянно выбирать Божье. И завет, который Бог заключил с их отцами, при их присутствии, Господь называет в одном месте их заветом, в другом месте заветом с отцами. Вы понимаете, да? Даже если не понимаете, вы все равно понимаете. Конечно. Правда? Это имеет прямое отношение к сороковому стиху. И то, что написано в 26, одни и те же выражения с сороковым. Правда? Это обращено к целому народу. Есть? Во-вторых, это обращено к определенному поколению, занимающему определенное место в заветной истории народа. В-третьих, это не просто обещание, это обещание завета. Мы как бы уже неявно это выразили, но теперь я формулирую. Это обещание завета. Завета. Скажите, пожалуйста, слово завет, это понятие, одностороннее или двустороннее? Вы все знаете, двустороннее. Ага! Ага! Здорово! Слава Богу! Слава Богу! Да, это сила. Правда? Слава Богу! Это понятие двустороннее. Поэтому тут обязательно должна быть наша часть. Да? Часть того поколения, к которому обращены эти пророчества, эти обетования, эти предупреждения. Да? Но это еще не все. Мы с вами разбирались, что это особенное поколение, оно явилось первым поколением, которое входит в полноту владения благословения ими заветом. Вместе с тем, это поколение, оно связано своими отцами, которые как бы самовольно выходили из завета с Господом. Они отменяли завет с Господом. Но потом, благодаря Моисею, они примирялись с Господом. Но все равно так никогда окончательно не покаялись и не обратились. Вы понимаете? То есть все предыдущее поколение это было поколение бунтовщиков, поколение идолопоклонников. Из Акиля 20 главы можете посмотреть на эту тему. Там это четко, ясно, черным по белому написано, что они так никогда и не вышли из этого. Они каялись, но покаяния их были поверхностные. И они обращались и плакали, но потом снова отворачивались от Господа. Вот. Тем не менее, невероятным образом Бог не разрушил свой завет с Израилем. Почему? Потому что завет заключен не только со всем народом, живущим на данный момент, но с народом как исторической общностью. С народом как с рядом поколений, объединенных одной судьбой. это важный принцип. Завет заключен с народом как с исторической общностью поколений, объединенных одной судьбой. судьбой. И, конечно, как судьба отдельного человека, так и судьба народа зависит не только от Бога, но и от самого этого человека. но она обязательно соотносится с тем заветом, который Бог заключил со всем этим народом. Она соотносится с тем заветом, который Бог заключил со всем этим народом. и завет, который Бог заключил с Израилем, имеет в себе безусловную часть. Скажите, пожалуйста, может, судя по тому, что мы тут читаем, может еврей отказаться от завета с Богом и тогда отказаться от благословения и завета с земли, но и тогда не будет никаких проклятий. А? Друзья, ух ты, вот это да! еще раз вопрос, может ли еврей отказаться от завета с Богом и тогда все они и тогда не будет и тогда не будет никаких последствий, ни хороших, ни плохих, просто он выйдет из завета. Бог постоянно предупреждает, ребята, это невозможно. Это невозможно. Вы понимаете? Это невозможно для вас. То есть есть безусловная часть в завете Бога Израиля с народом Израиля. Уже то, что Бог называет себя Богом Авраама Ицхака Яков или Богом Израиля или Богом Яков уже одно это показывает, что Бог навсегда связал себя с этим народом. и это безусловная часть. Вы представляете? Какая можно сказать жертва со стороны Бога? Условно говоря, конечно, но это так. То есть Бог называет себя Богом Израиля и в хорошие и в плохие времена. И когда Израиль вместе с Ним и когда Израиль послушен Ему и когда Израиль исполняет Его волю и когда Израиль нарушает Его волю когда Израиль в бунте когда Израиль пытается уйти от Него когда Израиль прелюбодействует когда Израиль ведет себя вообще как не Израиль. Бог все равно называет себя Богом Израиля. А? Слушайте, это серьезная вещь. Я понимаю, что, может быть, вы не все задумывались над этим. Но нужно задуматься. Почему наше служение уникально? Потому что ни с каким другим народом Бог не заключил специального завета. Слышите? Да. И во-вторых, ни с каким народом Бог не заключил завета навсегда. Понимаете? То есть, во-первых, еще раз повторяю, Бог ни с каким другим народом не заключил специального, уникального, непохожего на его отношения со всеми другими народами и людьми завета. И во-вторых, мало этого, ни с каким другим народом он тем более не заключил завета навсегда. Бог не называется именем никакого другого народа. Слышите? Бог не называется именем никакого другого народа. И Бог, нет ни одного места Писания, где Бог говорит, я буду называться именем России, я буду называться именем Китая, Я буду называться именем Соединенных Штатов Америки или Федеративной Республики Германии. Я буду называться богом Бенина или Каморских островов. Нигде ничего, даже близко. Это только с Израилем. И из-за этой совершенно неслыханной милости, которую Бог оказал Израилю, на Израиль наложены определенные обязательства. Эти обязательства приняли родоначальники этого народа и потом подтвердило поколение, вышедшее из Египта. И потом подтверждали другие поколения. Мы можем почитать дальше Писание. Но даже если бы они не подтвердили это, Бог все равно был бы верен своему завету. И единственное, что он пророчествовал, что из-за многократного и глубокого отпадения он заключит новый завет с домом Иуды и домом Израиля. То есть, он не отвергнет их и заключит новый завет с другим народом или с другими народами или с избранными из других народов. Но он заключит новый завет, который в первую очередь будет же заветом Бога со своим навеки избранным народом. Правильно? И потом в этот завет смогут входить люди изо всех других народов гораздо более простым образом, гораздо более просто, гораздо более эффективно и гораздо более плодотворно. Потому что это будет новый завет, заключенный на новом основании и на новых условиях. Но все равно изначально и навсегда он будет новым заветом с домом Иуды и домом Израиля. Есть? То есть, Бог четко сказал, что бы вы ни делали, я буду оставаться в завете с вами. Когда идет пророчество Еремии в новом завете, он говорит, они разрушили завет со мной, хотя я оставался в завете с ними. Вы можете себе представить? Просто если они разрушают завет, они пожинают проклятие завета. Они не могут безболезненно выйти из завета. Это невозможно, потому что завет на самом деле имеет безусловную сторону. Вечную сторону. И часть этой безусловной стороны – земля Израиля. Все равно, что бы ни творилось, какие бы отпадения ни были в народе Израиля, земля Израиля навечно, навсегда обещана Богом его народу. Сколько бы времени ни прошло, Бог говорит, я все равно ваших потомков верну. Хотел ли Бог этих рассеяний и возвращений? Нет. Совершенная Его воля была в том, чтобы народ никогда не выходил, не исторгался из своей земли. Да? Это была совершенная воля Божия. Четко и ясно. Но Бог знал, что так не будет. И Моисею это было открыто. Моисей говорит перед смертью, я знаю, что вы сделаете, я знаю, что произойдет, я знаю, что вы натворите, но знайте то-то и то-то и то-то. Помните так-то и так-то и так. И другим вождям народа Бог это открывал. И Соломону это при освящении храма, в самый торжественный, прекрасный, чудный, славный момент, это было показано Богу, что народ отпадет. Но, вот средство возвращения. Да? Итак, со всем народом, как исторической общностью всех поколений евреев во все времена, завет заключен. Таким образом, что в нем есть безусловные основания. Это непростая вещь. Одно из безусловных оснований, что земля Израиля всегда принадлежит этому народу. Мы делаем перерыв. Завета Бога с народом Израиля, как с таким народом, который прибудет навеки на земле до скончания мира. С народом Израиля, как с исторической общностью этого народа, соединяющей все его поколения. Вот в таком понимании завет Бога с Израилем покоится на безусловных основаниях. Да? Кстати, а почему так? Как вы думаете, есть какие-то соображения? А? Почему завет Бога с народом Израиля, как совокупность еврейских поколений во все времена, покоится на безусловных основаниях? В этом плане. Посольство. Ну, теперь у него есть посольство Божие, церковь Садея. У него есть прекрасные другие христианские церкви. И написано, что церковь устоит, и никто ее не одолеет. Тоже, да? Хорошо. Ладно, мы не будем все разбирать, мы только прочтем с вами седьмой главы той же книги Второзакония. Шестого стиха. Второзаконие 7, 6. Ибо ты народ святый и у Господа Бога твоего тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом, из всех народов, которые на земле. Из всех народов, которые на земле. Да? Ага. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Это очень интересные слова. на самом деле, на самом деле, вроде бы, как немалочисленнее всех народов, тем более, в то время. Но здесь есть, опять-таки, можно по-разному толковать. если поставить себя на место тех евреев, которым это было обращено, то, возможно, Бог говорит о тех народах, с которыми они сами себя сравнивали. сами не совсем понимая, недоумевая и пугаясь от того, что Бог избрал их, а не другие мощные народы того времени. Да? Может быть, именно это имел в виду Господь, когда говорил, что вы малочисленнее всех народов. Может быть, Он имел в виду, Господь, то, что избрание началось вообще с одного человека. народ начался с одного человека. Народ начался с одной семьи, семьи Авраама. И вообще, семья началась с одного человека. И вначале только один Авраам был назван еврей, да? Может быть, это имел в виду Господь. Ну, в любом случае, читаем дальше. Ну, потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, ага, да, действительно, отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепко и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Но потому, что любит вас Господь. Слышите? Вот это основание оснований. Любовь Божия к этому народу, который сделан особенным в глазах Божьих и сделан особенным Божьим избранием среди всех народов земли на все времена. «Итак, знай, 9 стих, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. То есть благословение того поколения, которое хранило завет с Господом, распространяется на тысячу поколений вперед и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящим его самому лично воздаст. Здесь вообще он даже не говорит про четыре поколения проклятия. Здесь он вообще по контрасту с тысячеродным благословением говорит и воздает ненавидящим его в лице их. Он не замедлит, ненавидящим его самому лично воздаст. То есть великие благословения завета и проклятия завета, которое здесь по слову Господа здесь он говорит только о наказании самого ненавистника и самого поколения ненавистников. Да, 14 стих «Благословен ты будешь больше всех народов». Вы понимаете, да? То есть на самом деле в плане Божьем народ Израиля должен был быть и должен быть благословение всех народов. так, это изначально запланировано Господом? Итак, если мы вернемся к 4 главе и снова прочтем о том, что будет в результате отпадения, то с 30 стиха Господь говорит «Когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвую утвердил им». То есть Он говорит, что даже среди полного отпадения народа этот народ останется народом завета. И Бог никогда его не забудет и никогда окончательно не разрушит завета с ним. И даже если народ полностью отвернется от Бога, одно, другое, третье поколение, то Бог никогда полностью не отвернется от своего народа, Он может скрыть свое лицо от него, но никогда полностью от него не отвернется и никогда его не разлюбит. бог может совершить это люди не способны на такую любовь люди не способны на такой завет с другими людьми но бог способен и бог собою клянется что он выдержит эти безусловные основания завета с израиля и в 32 стихе он говорит ибо спросил времен прежних бывших прежде тебя с того дня в который сотворил господь бог человека на земле и от края неба до края неба бывало ли что-нибудь такое как сие великое дело или слыхано ли подобное сему слышал ли какой народ глаз бога говорящего из среды огня и остался жив как слышал ты вы понимаете тут что-то очень важное звучит богу достоил недостойный израиль не только слышать свой голос целонародно ни один народ не до ни тогда не после и до сих пор никогда как мы понимаем до конца времен пока не вернется машеях не будет у достойной такой чести ну мало того тут еще вторая особая часть народ уцелел после этого общения с живым великим богом потому что на самом деле он не должен был цель потому что состояние его было ой мамочка опять-таки по всему писанию описано состояние этого народа оно было плохое плохое состояние принципиально этот народ даже на тот момент коренным образом не отличался от народов идола поклонников друзьями опять-таки вы можете посмотреть соответствующие псалмы вы можете посмотреть исход вы можете посмотреть языки или 20 главу вы можете посмотреть другие места писания чтобы убедиться в этом но бог во первых во первых оказал невероятную честь он говорил лично со всеми и весь народ слышал его глаз и весь народ видел видимые и ощутимые знамения личного обращения бога к своему избранному народу и затем народ не погиб от этого никто ни один человек не погиб хотя почти все должны были погибнуть по справедливости божией это было проявление чистой милости и любви господней мы просто отмечаем себе это безусловные это относится к безусловным основанием завета бога с израилем 4 4 стих или покушался ли какой бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями знамениями чудесами и войной рукой крепкой мышцы высокой великими ужасами как сделал для вас господь бог ваш в египте перед глазами твоими и так бог говорит вы народ особенный вы сделаны мною народом особенным не вы сами себя избрали да я вас избрал и особенное вас в первую очередь то что я вас полюбил и особенное вас то что ваши праотцы начиная с авраама отдались моей любви просто доверились мне но вы сами ничем не заслужили ничем понимаете ничем не заслужили ни этой любви ни завета ни моей верности как бы говорит господь но это есть у вас и теперь когда у вас есть то чего вы не достойны что вы не заработали не завоевали не заслужили берегите это величайшее благословение которого которым я не благословляю больше ни один народ будьте особенным народом и если вы будете хранить тот завет который я заключил который я заключил с вами через отцов ваших вы понимаете с вами через отцов ваших потому что на самом деле эти дети они не имели право они не были совершеннолетними они не имели права входить в этот завет у них не было права на свободное решение помните как Иисус Новин говорил не знаю как вы но что до меня то я и весь мой дом будем служить Господу он не спрашивал своего дома дом шел за господином дом понятно женщины и дети не имели выбора но теперь они повзрослели и теперь когда у них есть право выбора Бог говорит не несите на себе проклятия ваших отцов но развивайте их благословения которые несмотря на все что они делали перешло к вам по милости моей к вам и ко всему народу который вы в это время представляете это очень важный принцип очень важный принцип итак я не хочу исчерпать все все принципы которые заложены в сороковом стихе но вот это было очень важно итак возвращаясь сороковому стиху что мы там видим мы видим что Господь дает тебе эту землю навечно навсегда кто такой ты в этом стихе у меня простой вопрос народ израиль аминь но каждый человек каждому человеку все благословения те относятся все обетования относятся в том случае если он не отделяет себя от общности божьего народа конечно каждому человеку каждый человек может относить к себе только при таком условии оно здесь не явно входит в это это тоже важное условие но мы записали это когда говорили что Бог обращается в очередь ко всему народу так и в каком смысле Бог обращается ко всему народу мы говорили что Бог обращается к поколению младшему поколению пустыни которая в отличие от своих отцов получила право уйти в обетованную землю да но когда Бог говорит значит это ясно из простых слов которые заповедую тебе ныне чтобы хорошо было тебе и сынам твоим да ясно что тебе это именно вот этому поколению но затем когда говорится чтобы ты много времени пробыл на той земле и особенно дает тебе навсегда мы понимаем что Бог в лице этого поколения видит все последующие поколения Израиля да и когда он говорит чтобы ты много времени пробыл на этой земле то ясно что он имеет в виду как бы те поколения которые будут на этой земле там до первого скажем великого рассеяния ну условно но когда он говорит дает тебе навсегда он имеет в виду все поколения евреев на все времена вперед сложно нормально понятно о чем идет речь да ну это реальность это духовная реальность Божьего обращения Божьего слова поэтому слова которую Господь Бог Твой дает тебе навсегда они относятся и к нынешнему поколению евреев так же как ко всякому другому в прошлом и в будущем вы понимаете напрямую они относятся к нынешнему поколению евреев тоже да аминь а слава Бог значит это безусловно но если мы хотим теперь теперь от общего перейти к частному и определить а как же наше поколение и а как же я в нашем поколении могу воспользоваться этим тогда мы возвращаемся к условиям потому что каждое отдельное поколение получает это благословение может удерживать его пользоваться им и используя благословения земли и другие благословения возрастать в этих благословениях только на определенных условиях только на определенных условиях и каждое поколение оно действительно должно понимать эти условия реальные условия без понимания этих условий мы никогда не сможем соблюдать да друзья никогда не сможем соблюдать и если мы не сможем соблюдать то какой смысл для нас тогда в общих благословениях завета какой смысл для нас в общих благословениях завета мало того что общее благословение завета такие как земля преуспевание и прочее останутся для нас пустым звуком мы можем потерять и то малое что у нас уже есть по слову пророка оси будет истреблен народ мой из-за неведения да будет истреблен народ мой там написано из-за недостатка ведения ну вообще просто из-за неведения да вот или из-за недостатка или из-за недостатка знания да вы понимаете оказывается народ не разобравшись в этих условиях и не разобравшись во всем что с ними связано он просто не может воспользоваться своими родными благословениями они остаются обещанными ему но он до них не дотягивается это точно так же как благословение нового завета для всех верующих если мы не знаем что Бог нам обещал и что мы можем получить по вере на основании нового завета с Богом Израиля то мы можем оставаться в поражении и под проклятием будучи искренними верующими в Бога Израиля и в Его Сына Мессию Израиля Ищуа мы можем быть искренними верующими но из-за недостатка ведения познания Его Слова и Его самого мы можем не пользоваться тем что Бог оказывается дал нам Он дал но мы не взяли мы даже не знаем куда повернуться чтобы взять хорошо я думаю что это для вас понятно это уже достаточно практично правда и когда я об этом говорю я понимаю что я уже затрагиваю что-то знакомое по поводу учения веры и разных харизматических обетований которые в принципе хорошие это слава Богу слава Богу за Божью Божью сердцевину учения вере о преуспевании потому что во всем этом есть Божья сердцевина и там очень важно действительно понимать что Бог нам приготовил понимать что есть обетования завета которые наши они уже наши но нам нужно соблюсти определенные условия для того чтобы будучи нашими потенциально они стали нашими актуально каждый день и что мы могли не только взять те которые мы можем взять сегодня но возрастать в них и переходить от благодати к большей благодати от силы в силу от славы в славу по милости того Бога который заключил с нами новый завет аминь есть да почему мы с вами разбираемся здесь тема отвлеченная тема теоретическая мне дали такую тему но на самом деле можно из этой темы извлечь очень практически реальные выводы для всех нас с вами особенно тех которые вошли или входят или собираются войти в мессианское служение восстановления еврейского народа хорошо итак условия вхождения нашим поколениям в обетование благословения завета Бога с его народом условия и в частности условия получения той земли которая Богом всегда держалась для его народа это третий вопрос по порядку он шел вторым но мы уделаем третьим и последним какие условия вы нашли пожалуйста расскажите поделитесь какие условия вы нашли рассматривая описание не бойтесь не смущайтесь пожалуйста это же не экзамен это наш общий разбор слова Божьего на эту тему какие условия пожалуйста пожалуйста ага значит очень интересно оказывается да Бытие 15-16 Бог обещал Аврааму что его потомки войдут в Ханан только после того как мера беззакония Амареев наполнится вообще мера беззакония тех народов которые занимали на тот момент обетованную уже землю наполнится оказывается скажите скажите это очень интересное условие скажите дорогие само это условие как оно связано с еврейским народом никак правда то есть еврейскому народу не нужно было сделать такой вывод слушай давай мы подхлестнем их беззаконие добавим им идолопоклонство давай мы их еще подразвращаем чтобы они побыстрее наполнили эту меру беззакония и тогда мы быстрее владеем нашей землей был бы этот правильный вывод стопроцентно нет правда то есть от народа божьего ничего не зависело это совершенно внешне по отношению к нему условия таким образом получается что овладение обетованной землей каким-то непостижимым образом зависело не только от того народа которому эта земля была обещана но и от того народа который на этой земле на тот момент жил хотя она не была его перед богом земля да правда интересно скажите пожалуйста могут быть какие-то аналогии с нашим временем как вы считаете а нет вот с нашим временем могут быть какие-то аналогии скажите пожалуйста в какой-то мере может могло ли может ли зависеть время овладения Израилем этой земли от поведения того народа который жил живет на этой земле почему бы нет почему бы нет правда об этом мало кто думает но почему бы нет вы отмечаете это себе да это условие слава богу все записали да хорошо следующее условие второзаконие 3 2 5 30 вы прошу обращения да это очень интересно это очень интересно очень интересно да это очень интересно давайте прочтем это место когда придут на тебя все слова сии благословения и проклятия которые изложил я тебе и примешь их сердцу своему среди всех народов в которых рассеет тебя господь бог твой и обратишься к господу богу твоему и послушаешь глаза его как я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей тогда господь бог твой возвратит пленных твоих и милосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов между которыми рассеет тебя господь бог твой хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя господь бог твой и оттуда возьмет тебя и приведет тебя господь бог твой землю которую владели отцы твои и получишь его владение и благодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих И обрежет Господь Бог твое, сердце твое и сердце потомства твоего Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей Да? Ага Тогда Господь Бог твой все проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа, исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня Ну и дальнейшее И дальше показано, что жить в этой земле, хранить эти благословения, умножать эти благословения Получать избыток Радоваться Вместе с Господом можно будет, если и в дальнейшем обращенный народ будет слушать глаза Господа Бога Его соблюдать заповеди и постановления Если обратишься к Господу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей Заканчивается этот отрывок Писания Так На самом деле, это, можно сказать, ключевое место Писания О Вот этом грандиозном восстановлении последнего времени И о возвращении в землю Да? Скажите, пожалуйста, а как это можно Сотнести с нынешним временем? Бог соберет Израиль тогда, когда Он Обратится в земле рассеяние Здесь черным по белому написано Здесь не говорится о том, что Он обратится к Богу, придя в землю Да? Здесь говорится об обращении к Богу в земле рассеяние Ага Полностью Да ты что? Откуда у тебя такие фантастические сведения? А то, что вот тут мы сидим Это как быть? А мы к какому колену? К колену гадову относимся? К колену монассиену? И к какому полу колену? Нет, я хочу вам сказать Это все современные Это совершенно просто факт Все современные евреи Это либо потомки иудеев И присоединившихся к нему колену Вениамина Либо те, кто к ним присоединились Все современные На протяжении истории Так что Все современные евреи Это либо потомки Либо потомки Колена Иуды И Вениамина Отчасти там может быть Колена Левина Либо Те Кто К ним присоединились На протяжении Вот Более чем двух тысяч лет Все Потому что Десять колен Они Безвозвратно Как бы Рассеялись Без единого упоминания О них За Века До пришествия Мессии Так Но каким-то образом Есть надежда Что они проявятся Каким-то образом Господь Но Понятно что Если где-то сейчас в мире Живут Евреи Как евреи То это потомки Колена Иуды Или Вениамина Или отчасти Леви Это никак не Потомки Вот тех колен Ясно да? Понятия не имею Это есть Есть Ну в общем-то Есть В Писании Такие места Где говорится Что Каким-то образом В последние времена Израиль Соединится с Иудой И они вместе Будут идти И это Ну реальное пророчество Вопрос в том Как это понимать Как это может быть Это уже Я не знаю Совершенно Не знаю Ну вы знаете Что я вам хочу сказать Никто точно не знает Так удобнее Равинам Говорить Что если Корень фамилии Леви То это потомки Клина Потомки даже Не просто Клина Леви А потомки Леви А если Фамилия Фамилия Имеет Корень Коган Или Еще там Некоторые 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 Специфические Фамилии То это Потомки Священнического Рода Тоже был Частью Клина Леви Вы знаете Это все Настолько Настолько Сложно И настолько Трудно Проверить Сейчас Что это Может быть Так И может И не так Для Равинов Очень удобно И выгодно Так считать По некоторым Причинам Которые Сейчас Не буду Останавливаться Вот Хорошо Дальше Условия Я должен был Это объяснить По одному Чтобы мы Не верили В фантастику Что сейчас Уже Все Колено Иуды Собрано Понимаете Большая Часть Колено Иуды Или Потомков Его Тех Кто Присоединился К нему Живет Вне Израиля В Израиле Живет Одна треть Примерно Чуть Несколько Больше Одной треть Да Брат Согласен С этим Это По статистике Вот Еще Какие Условия Мы остановились На каком Условии Обращение Да Обращение Куда Хеседавод В синагогу Что значит Обращение К Богу Может ли Оно Совершиться Без Мессии Без Ешуа Вопрос Или Есть Другие Мнения Скажите Пожалуйста Сразу Просто Затроним Теорию Двух Заветов Есть Такие Христиане Которые Верят В то Что Есть два Завета И они Одновременно Параллельно Существуют И Бог Ведет По старому Завету Свой народ Правда Лишив Его Возможности Соблюдать Этот Завет После Разрушения Храма Просто Полностью Лишив Соблюдать Этот Завет Потому что Весь народ Является Сейчас Нечистым И как бы С точки зрения Старого Завета И невозможно Очиститься Ни одному Человеку Самому Великому Праведнику Невозможно Исполнить Больше Двухсот Заповедей Просто Теоретически Абсолютно Физически Невозможно Это подтверждение Для меня Вот Это Как бы Иллюстрирует Попытку Исполнения Закона Моисеева Одним словом Получается Что Теория Двух Заветов Ложная И когда Ишуа Говорил Никто Не приходит К отцу Моему Иначе Как только Через меня Кому он Говорил Всем А в первую очередь Кому Евреям Да В первую очередь Послан К заблудшим Отцам Дова Израилева И говорит Что он послан В первую очередь Кому угодно Кроме Евреев Это Прямая ересь Понимаете Прямая ересь И это Говорит о том Что все народы Мира Могут жить По Новому Завету Кроме Особого Избранного народа А вот тот Нет Тому нужно жить По Старому Завету И нормально Жить По Старому Завету Он к Богу приходит По Старому Завету И с Богом Идет по Старому Завету В полноту обетования Войдет По Старому Завету А потом Где-то Они уже Все вместе Встретятся Неправильно Совершенно Неправильная Теория Я очень Хорошо понимаю Почему В эту теорию Верят некоторые христиане Я ему Искренне Сопереживаю Все Но это Совершенно Противоречит Писанию Вот Итак Обратиться к Богу Можно только Через Ешуа Да Кто бы ты ни был Еврей Папуас Все Нет возможности У евреев Обратиться к Богу Каким-то иным путем По сравнению Со всеми другими людьми Есть Хотя Они избранный народ С этим понятно Вопросы есть Нема Значит Когда Бог говорит Что В этом месте Писания Что Он вернет Свой народ Соберет Вернет На землю Утвердит И так далее Только после Того Как народ Примет Все слова Божии К сердцу своему Среди всех народов Которых рассеет Тебя Господь И обратится К Господу И послушает Голоса Его От всего сердца Твоего И от всей души Твоей Он имеет ввиду Конкретно Обращение К нему Через Ишуа Скажите Скажите Пожалуйста У меня К вам Один Элементарный Вопрос Произошло Ли Это Соблюдено Ли Это Условие Не всеми Какой Частью Народу Какой Частью Народу А если Мы скажем Ничтожно Маленькое Мы будем Правы Об этом Ли Говорит Сам Здесь Правда Нет Да Так Оставляю вас Этим Вопросом И Следующие Условия Пожалуйста Стих Второзакония 4.40 Это Условия Того Что Они Будут На земле А условия Возвращения В землю У нас Было Условия Возвращения В землю То есть Это правильно Все Хорошо Но Условия Возвращения В землю Так Исайя 56 7 7 8 Да Ехали Так 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 Тогда Тогда Наверное Не 7 8 А 6 7 8 8 Кому Правда Правда То есть на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, дети есть. И 9 стих, это традиционно стих, толкуемый как относящийся к языческим народам. Традиционное толкование, но по контексту соответствует смыслу Писания. То есть условия, которые здесь говорят, здесь говорят о людях из других народов, которые войдут в завет Бога Израиля с его народом и будут хранить субботу, будут держаться этого завета. Да? Друзья, скажите, пожалуйста, вы храните субботу? Это же интересно. Вопрос, вообще верующие нового завета, они должны хранить субботу? Ага, я тоже так считаю. Для народа Божьего пребывает, остается субботство. Скажите, пожалуйста, должны ли мы хранить субботу в строгом соответствии с ритуальными заповедями Моисеева закона или, может быть, постановление раввинов? Получается, что нет, да. Но мы должны ее хранить. Правда? Мы это должны хранить. когда писал Исайя, то первый смысл на то время был очень конкретный. Речь шла о герах, те, которые обращались в иудаизм и хранили субботу так, как хранили иудеи того и последующих времен до заключения Нового Завета. Теперь скажите, пожалуйста, должны ли верующие из других народов обращаться в иудаизм хранить ритуальные заповеди? Скажите, пожалуйста, согласно Новому Завету должны или нет? Не должны. Более того, им вообще предписано это не делать, да. Значит, как это может относиться к нынешнему времени? Мы должны входить в Новый Завет верующий из других народов. Я наполовину еврей, наполовину украинец. Я хитрый, я могу говорить о себе как еврей, могу говорить как об украинцах. Комплексовать. И вот я сейчас как как то же самое, что и просто украинцам. да, я сейчас говорю как украинец. Что нам, что нам пацанам делать? Да, украинцам, в частности бухарским украинцам, что нам делать? Нам нужно входить во всю полноту нового завета Бога Израиля с его народом. Да? Нового завета, в котором его народ освобождается от необходимости соблюдать ритуальные постановления и для него открываются потрясающие возможности жить исходя из сути всех заветов заключенных Богом. а суть это любовь. Нам надо входить. И тогда скажите, пожалуйста, здесь очень интересно, написано, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитв. Поначалу тут говорится, знаете, но тут можно понимать по-разному. Можно говорить о том, что он их приведет и они будут там жить, но совершенно четко можно это истолковывать так, что здесь речь идет о том, что он будет приводить их и они будут молиться в доме молитвы в Иерусалиме. Они будут соединяться с Израилем, природным Израилем, на земле Израиля, в единой молитве единому Господу и будут вместе праздновать радости и блаженства Завета. И даже, когда говорится, к собранным у Него я буду еще собирать других, здесь не совсем четко определено, будут ли эти верующие из других народов жить там или жить постоянно. Понимаете? Или у них будет какое-то свое место, вместе с тем земля, это все равно будет принадлежать именно Израилю и только Израилю. Это не совсем ясное место. Можно и так и так толкать. Вы скажете, мне здесь говорится, что собранные будут собирать еще, и значит они там поселятся. Хорошо, я соглашусь с вами. Вы скажете, нет, здесь не об этом гречи идет, здесь в том, что они будут, если мы возьмем другие местописания, они будут приходить на праздники. Вы помните? Из всех народов должны будут приходить на праздники, да? И праздновать вместе с Израилем, это значит, обрадуя их в доме молитвы моем. Они будут праздновать вместе с народом Израилем, они будут молиться, они будут приносить жертвы, уст, жертвы хвалы, жертвы усердия и так далее. Они будут наслаждаться благословениями на этой обновленной святой земле. Но это не значит, что они там будут жить. Они будут периодически приходить туда. Можно это понимать и так. Согласно другим местам писания. Хорошо. Я специально остановился на этом сложном месте писания. Потому что он касается верующих из всех народов. Всех, кто вошел в Новый Завет Бога Израиля с народом Израиля. Хорошо. Еще условия возвращения евреев на землю Израиля. Пожалуйста, какие вы нашли? Сестра, все или еще что-то есть? Иезекииля 36, 3, 8. Смотрим. Итак. Именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделали с достоянием прочих народов и подвергли злоречиями перед судом людей. За это горы Израиля вы выслушаете слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, блощинам и долинам, пустилам, развалинам и оставленным городам, которые сделали с добычей по смеяниям прочим окрестным народам. За это так говорит Господь Бог. В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему из реки пророчество к земле Израилевой. О земле Израилевой. Скажи, горам и холмам, блощинам и долинам, так говорит Господь Бог. Вот я изрек себе в ревности моей, в ярости моей, потому что вы несете на себя по смеянию от народов. Посему, поэтому, так говорит Господь, я поднял руку мою, склятываясь, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израиля, вы распустите ветвы ваши, то, что вчера называлось, и будете приносить плоды вашей народу моему Израилю. Ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеиваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израиля, ввести заселены будут города, и застроены, развалены. И умножу на вас людей и скоты, они будут плодиться и умножаться, и заселю вас, как было в прежние времена. И буду благодарить вам больше, нежели в прежние времена ваши. И узнайте, что я Господь, и приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля. И ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетным. Так говорит Господь Бог. За то, что говорят о вас, ты земля, поедающая людей, делающая народ твой бездетным, за то уже не будешь поедать людей, народа твоего не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяние от народа, вы поругание от племен, не понесешь же на себе. И народа твоего в преднем будет делать бездетным, говорит Господь Бог. Ху! Есть! Да? То есть, опять условия интересные, не связанные с самим народом Израиля. Видите, какие интересные условия сестра нашла? Это условия, связанные с окружающими народами. Теми, которые презирают народ Израиля, смеются над судьбой Божьего народа, топчут его землю и уверены в том, что они оказались сильнее. Господь Бог говорит. Именно потому, что они это делают. Как бы смысл такой, что Господь ускорит исполнение обетования для своего народа. Я думаю, все то, что произошло в 20 веке, все то, что произошло вообще в конце 19-го, за рождением современного расового антисемитизма, и затем этот ужас 20-го века, направленный против еврейского народа, согласно вот таким пророчествам Божьим, согласно таким условиям, ускорил возвращение народа на землю. И ускорил отдачу этой земли Божьему народу. Да? Потому что как бы это те условия, которые не зависят от Израиля. Народы выполнили эти условия. Они поносили Израиль. Они смеялись над судьбой его земли. Они смеялись над первыми попытками заселения этой земли. Натурально смеялись. Они презирали эти жалкие кучки евреев-переселенцев. И те, которые жили на этой земле, они презирали и смеялись первые. Они вообще ни в грош не ставили, и они не рассматривали их даже как серьезную угрозу. До определенного момента. Понимаете? И парадоксальным образом, как раз из-за того, что сейчас делают многие народы против Израиля, Господь как бы получает основание укреплять этот народ на его земле. Хорошо. Еще есть какие-то условия? Да, пожалуйста. Езекииля 47, с 13 стиха. Какие там условия, пожалуйста, можно выделить? Еще раз прочитаю, пожалуйста. Не совсем понял. Какое-то условие тут можно выделить? Условия возвращения. Можно тут выделить? Хорошо. Следующий у кого есть какие-то условия? Будь твердый, мужествен. Да? И в зависимости от того, будет ли Иисус Новин твердый, мужествен, ведя народ на завоевание этой земли, будет эта земля захвачена, да? Будет эта земля завоевана. Да. Будь твердым, мужествен. Это условия. Определенные условия, предъявленные на тот момент вождю народа. Конкретно, правда? И, конечно же, до ней отходит сия книга. Опять-таки, руководителям народа в тот момент нужно было быть твердым, мужественным и постоянно пребывать в слое «вошьем». Да. Пребывать. Исполняя его, конечно. Да. Хорошо. Отлично. Еще какие. Еще какие. С условием, что его твердость и мужество будет в исполнении заповедей Господних воли Божьей. Хорошо. Да. Как это можно соотнести с нынешним временем? Я все время хочу, чтобы вы об этом думали. А? Можно когда-то соотнести? Как? Как? Есть ли сейчас какой-то человек, который может стать вождем рассеянных евреев по возвращению людей? Хотя бы теоретически. На данный момент. Ну, неизвестно такого человека, да? то есть евреи не идут компактной группой. Правда? И ну, по большому счету, если один такой человек найдется, то это будет либо Мессия, либо Антихрист. потому что евреи во множестве стран. Фактически. Ну, если так, прямо сказать. Хорошо. Ну, так условно. Это как на данное время. Может быть, произойдет изменения в будущем. В какой-то мере, может быть, можно отнести это к руководителю государства Израиля. Но это уже тогда не условие возвращения в землю, а условие пребывания и закрепления в этой земле. В то же время нам совершенно ясно, что никто из руководителя Израиля не был верующим. Вообще верующим, по большому счету. Тем более, верующим в Иешу. То есть, если мы будем относить к нему слова, только будь твердым, мужественным, а они с обязательным условием постоянно пребывают в слове Господнем. У нас возникает большой вопрос. Да, если... Но единственное, как мы можем отнести, как к Киру. Слышите? как к Киру. То есть, они не знают Господа, но исполняют Его волю. Если они будут тверды и мужественны в исполнении Его воли, несмотря на то, что самого Господа они не знают, то Бог даст им успех. Может такое быть? Может. Вполне реально. Даже определенное помазание. Хорошо, еще какие условия? какие-то условия вы нашли? Какие-то условия вы нашли? мы поймем, что это ничего. Но пробуйте, пробуйте, это важно. Иеремея 3, 17 и 18. Ага. Ага. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Вот, пожалуйста, вам комментарий к тому, что только что читали в 56 главе Исаии. «Скажите, пожалуйста, все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим. Могут ли все народы жить в Иерусалиме? Поместятся ли они там? Невозможно». Ясно, что речь идет о приходе в Иерусалим на поклонение и молитвы, да? И то не всех народов в полном составе, а их полномочных представителей. Правда? В лице которых все народы придут. «И в те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим». Это интересно, правда? Это интересно. Как можно оттолковать этот стих, 17 стих? Вот в современном историческом контексте, как вы думаете, какое это отношение имеет нынешние времена? Мессианский фестиваль в Иерусалиме. Да нет, я за. Хорошо. Еще какие варианты? Можно сказать, ну, народы же, они действительно говорили, что Иерусалим – это святой город. И как бы особое, особое место святости там. Самый святой город, говорили христиане, да? Со всех народов мира. И они приходили в Иерусалиме, они совершали паломничество. И приходят, и совершают сейчас. Правда? Да. Ага, уже одно «но». Все народы. Явно не все. Явно не со всех народов представители приходят. И еще одно условие. И не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Народы, ну. Я думаю, нет ни одного народа, который бы перестал поступать по упорству злого сердца своего. Конечно, включая еврейские. Пока что все в своем большинстве поступают. И конца краю пока не видно, да? Значит, что-то тут пока не исполняется, да? Значит, можно ли отнести это к нынешним временам? Это условие к нынешним временам. И к нынешнему, к нынешней алие. А? Нельзя. Получается, что нельзя, да? А я вам еще скажу, почему нельзя. Если мы посмотрим эту третью главу Иеремии, раньше мы тут что-то интересное. Что-то интересное увидим. Двенадцатый стих. Иди и провозгласи слова сей к северу и скажи, возвратись отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужим под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали. А гласа моего вы не слушали. Вам это ничего не напоминает? И послушайтесь гласа моего, второзаконие, начало тридцатой главы. Гласа моего вы не слушали. Это не просто Слово Божьего. Это голоса Божьего через пророков. Правда? Здесь это совершенно очевидно. Возвратитесь, дети и отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. Слышите? В результате чего Господь возьмет и приведет на Сион? По одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. Ага. В результате чего? В результате обращения евреев. В результате обращения евреев-отступников к своему Господу. Можно ли считать подавляющее большинство нынешнего еврейского народа отступниками? Безусловно, можно. Даже ортодоксы считают. Хотя они, в общем-то, родоначальники отступничества. «И дам вам пастырей по сердцу моему, который будет пасти вас сознанием и благоразумием». И дальше 17-18 стихи. Очень важный 16 я пропускаю. Сейчас не время его разбирать. И дальше. «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю? Прекраснейшее наследие множества народов». Заметьте, наследие множества народов. Хотя оно навсегда обещано одному народу Израилу. Только через Новый Завет мы понимаем это пророчество. Только с точки зрения Нового Завета мы можем понять это пророчество. Как на этой маленькой земле может поместиться множество народов? Смешно. Но духовно эта земля является прекраснейшим наследием для всех народов, которые войдут в Новый Завет с Господом Израиля. Это для них также особая земля. И это исполняется, начинает исполняться на наших глазах. И Господь спрашивает. «Как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю?» И сказал. «Ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». Слышите? Господь возвращает. Господь говорит. «Я верну вас в число детей». Что это нам напоминает? Это напоминает нам целый ряд мест Писания. В частности, Нового Завета. Например, послание к кремлянам. Быстренько смотрим. С вами, дорогие. Быстренько смотрим. Послание к кремлянам. Девятая глава. 6 стиха. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, судите Божьи, но дети обетования признаются за семя». А, слышите, оказывается, те евреи, которые отказались от своего духовного наследия. Духовно они не являются детьми Израиля. А язычники, которые доверились их Господу, их собственному Господу, они духовно являются детьми Израиля. И Господь говорит, и говорил я, как поставлю тебя в число детей, дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Это те, которые сами вывели себя из числа детей Божьих. Но Господь говорит, я вас возвращу. И перед этим написано, каким образом? Возвратитесь, дети отступники. Возвратись, отступница. Израилева. Слово «дочь» вставлено. Текст «возвратись, отступница Израилева» – это гораздо яснее. Без этой вставки слова «дочь» в 12 стихе. На самом деле, отступив от Господа, они отделили себя от истинного Израиля. И это не только в Новом Завете. Это в Старом Завете. Это в Танахе. Это в Пророках. Это у Иеремии. Отступница Израилева. Так в оригинале? Оказывается, отступившие от Господа дети Израиля, они отступили и от Израиля. Пожалуйста, запишите себе это. Мы по ходу дела касаемся невероятно важных моментов для всего вашего учения, для всего вашего будущего служения еврейскому народу. И для вашей жизни, если она будет связана с этим служением. Сейчас будем заканчивать. Стаков звонит. Ну, поцелуй его от меня. Как там самочувствие? Просит, я позвоню сейчас. Хорошо. И 22 стих, 3 глава Иеремии. Возвратитесь, мятежные дети. Опять. Он показывает, кому он. Кому он обращается. Он говорит, вы поставили себя вне Израиля, но я хочу вас возвратить. Я исцелю вашу непокорность. И их ответ. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Хорошо. Слава Богу. Здесь, в этой 3 главе, здесь описан процесс возвращения Израиля на его землю. Возвращение евреев на его землю. И евреи по плоти должны сначала стать Израилем по духу. Они должны восстановиться в духовном наследии Абраама. И это возможно только через Искупителя, пришедшего от Сиона, Ищуа Амашер. И когда они обратятся к Нему, и через Него, к их родному отцу, Он восстановит их в их родном наследии и приведет их в свою землю. И не только их, но и все народы, вошедшие в этот единый для всех Новый Завет Израиля с его Богом. Ясно, что пока еще ничего подобного близко не произошло. Правда? Но есть первые проблески. Да? А что же с нынешней Алией? Что же с нынешним возвращением? От Бога ли она или нет? Я уверен, что она от Бога. И вы правы, говоря, что она от Бога. Есть ли о ней что-то в Библии? А? Потому что мы можем приводить еще целый ряд мест, где говорится о некой Алие, которая еще по сути даже по большому счету не началась. О великой последней Алие, когда массы евреев обратятся к Господу, и только потом Господь переведет их в их землю. Да? А здесь говорится еще о некоторых условиях, которые кажутся сейчас невероятными, в 17 стихе. И снова говорится о том, в те дни придет дом Иудин к дому Израилеву. То есть в земле рассеяния, в землях рассеяния соединятся евреи. Они соединятся. И явные евреи, и скрытые евреи. И те, о которых вообще было неизвестно, что они евреи. Может быть, они сами не знали, что они евреи. Вот о чем тут идет интересная речь. Если так условно говорить. Но о том, как придет дом Иудин к дому Израилеву, и как они пойдут вместе из земли северной, в землю, которую я дал наследие отца, говорится не только в этом месте, но и в других местах. И мы можем, например, привести из пророка Осии, из, если не ошибаюсь, первой главы, конец первой главы. Конец первой главы. Да. Но будет, 10 стих, Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу или одного главу и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. Да? Как там у нас в оригинале, дорогой? Примерно же корректный перевод, да? Синодальный в данном случае. Друзья, вот, оказывается, как соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы. Каким-то образом снова будет у них один вождь. Один вождь. Слышите? То, о чем мы сегодня уже упоминали. И мы говорили, что вождь, который может собрать в разных странах по всему миру всех евреев, это должен быть вождь, для которого политические, географические границы не являются препятствием. Это может быть или машех, или анти-машех. Правда? Я верю, что это будет машех. Правда? И если мы посмотрим на это, да? Это 10-й, 11-й, первой главы Иосии. Уши. То станет ясно, что там, где говорили им, вы не мой народ, будет говорить, вы с вами Бога живого, это, видимо, все-таки не совсем земля Израиля. Это страны России. То есть там они снова будут восстановлены Богом в своем сыновстве. Это то, о чем мы только что с вами читали в 3-й главе Иеремии. Да? Дети-отступники вернутся к своему Богу. Кто им говорил, вы не мой народ? Кто говорил? В первую очередь, христиане, да? И теперь же христиане скажут им, вы сыны Бога живого. Ну, это мое толкование, оно узкое. Оно не претендует на полноту, просто один из моментов. Хорошо. Так. Слово «голова», то есть это именно вот слово «голова», которое «рож», «рож», ну, вот «рожа шана», вот, может, знаете, слово это, то есть слово «рожа». Не, то есть не говорится там о каком-то князе там, или, ну, это как вершина, голова-вершина. Скажите, пожалуйста, кто в Новом Завете называется главой тела? «Только Ешуа». Правда? Я думаю, что это не случайная параллель. Я думаю, что это не случайная параллель. Не случайная параллель. Да. Хорошо. Слава Богу. Слава Богу. И то, что мы уже совершенно определенно уяснили, что какой-то великой, может быть, главной алии, о которой пророчествуют многие пророки, мы могли бы еще приводить в Писание, в Писание. Знаете, мы сегодня читали четвертую главу Второзакония, там говорится также о том, что рассеянные евреи обратятся сначала к Господу. Там дальше четко не говорится, как они будут возвращены. Говорится, что первый шаг будет в земле рассеяние, они обратятся к Господу. Вот. Мы можем привести вам еще целый ряд мест Писания. Я могу просто назвать вам некоторые из них, и вы сможете проверить, что именно, да, таким образом Бог показывает. Именно таким образом Господь показывает. Вчера приводили Иеремия, да, 29-14. Вы помните? Таким же образом. Да, я не возражаю против этого. Языки Иль 6, 8-10. Левитам 26-40-45. Языки Иль 20-34-38. Вчера вам говорили Захария 10-9, Ну, хорошо, хватит. Хватит. Вот. Эти и другие местописания говорят о возвращении евреев в землю только после мощного обращения, чуть ли не всенародного обращения. Да? То есть ничего даже близко подобного еще сейчас нет. таким образом ясно, что нынешняя Алия она предварительная. Теперь, мы все знаем теорию, по которой нужно всех евреев собрать в Арицисраиль. Да? И когда они все там соберутся, придет Христос и все. Что мы можем сказать об этой теории, исходя из всех этих пророчеств, которые мы с вами разобрали и подобных им, которые мы не разобрали? А? Если эта теория правильно, она отменяет величайшие пророчества Библии на тему возвращения евреев. Значит, все эти пророчества не исполнятся. Вы понимаете? очень просто. То есть это не ну давай не будем так радикально. Это не Божья теория. Значит, это крайность это крайность христианского сионизма, который позволяет многим верующим решить еврейский вопрос очень радикально. помочь всем выехать всячески им обещая все самое дорогое прекрасное кисельные реки и молочные берега или наоборот. Вот. Даже если это не совсем правда. И когда можно их когда они будут все вывезены в Израиль, когда они там соберутся, то придет всему конец. Придет Машех. Но перед тем, как прийти к Израилю, он вознесет церковь. Ну, такая теория. Она также основана на не совсем корректном толковании знаменитого места из 11 главы Ривлянам, где говорится, что когда придет полнота язычников, да? Вы помните, да, это место? То, что случится? Знаменитый 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока войдет полное число язычников». Отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. На самом деле, слово число вставлено. До времени вставлено тоже, но оно помогает по смыслу. Это корректно. Но вставка слова число меняет смысл всего стиха. На самом деле, здесь написано, пока войдет полнота язычников, или пока придет полнота язычников. Слышите? Слово полнота плерома это существительное, а не прилагательное, как в этом тексте. И это слово встречается в этой же одиннадцатой главе, например, в двенадцатом стихе, где говорится, если же падение их, падение евреев, богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Да? И под полнотой понимается, что? Скажите, пожалуйста, в двенадцатом стихе одиннадцатой главы. Признание в обращении Господу через Иешу, восстановление их, как истина Божьего народа, по духу. Значит, если мы возьмем это слово в других местах Нового Завета, оно примерно то же самое обозначает. Ясно, что и здесь оно значит духовную полноту язычников. Да. Духовную полноту язычников и значит восстановление и великое совершение Церкви, в которой есть полнота наполняющего все во всем, если вы помните. И когда Церковь станет полнотой народов, потому что язычники это не просто полнота идолопоклонников, а это имеется в виду полнота народов. Русское слово язычники некорректно во многих случаях. Это полнота народов. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока придет полнота народов. И так весь Израиль спасется, как написано, придет Сион и Избавитель и отвратит нечестие Теакова. И сей завет им от меня, когда сниму грехи их. Да, друзья, ясно, что теория о том, что спасется определенное число язычников. Двери для язычников для всех народов захлопнутся, язычников вознесут, то есть верующих из всех народов вознесут, и потом Бог будет иметь дело с собранным в Эриц и Сраиль Израиле. Это очень удобно. Знаете почему? Потому что это помогает Бога поместить в четкие рамки. Сейчас спасаются люди из других народов, а евреи практически не спасаются, какая-то мелочевка попадает в церкви, на самом деле. Евреям как евреям сейчас пока спасаться рано, пусть они спасаются как ассимилированные верующие из соответствующих народов. Правильно? А время спасения евреев как евреев и народа еврейского наступит только после того, как церковь из народов вознесется. А наступит это после того, как все евреи соберутся в Израиль и все будет четко. И ответственность наша не в том, чтобы то есть ответственность верующих из других народов не в том, чтобы явить полноту Мессии и достигнуть полноты, которая возбудит сильнейшую святую ревность в Израиле, а в том, чтобы переместить их Палестину. Вот это наша ответственность по большому счету по отношению к евреям. Все. Понимаете, насколько это все легче и проще? Послал охотников-рыболовов, вы помните это место писания? Заплатил там немного, помог и замечательно. На самом деле это явно опровергается Библией и всем, что происходило и происходит на данное время. На самом деле многие пророчества, исходившие из этих ложных теорий, уже давно никто не вспоминает. И все, кто их пророчества не вспоминает, потому что они не исполнились. Я могу привести к целую куче этих пророчеств. На свое время они гремели. И сейчас, конечно, поэтому еврейская тема стала маломодной, как была модной в начале 90-х годов. Вы же ждали вот-вот, вот-вот, сейчас всех евреев соберет, сейчас не пошло. И события какие-то странные происходят. Итак, но действительно, действительно есть ряд мест Писания, которые говорят о том, что будет такая ли я, как сейчас, когда Бог будет возвращать слепых и хромых, и можно подразумевать под этим не только физически слепых и хромых, но и духовно слепых и хромых, то есть, фактически, не знающих Бога. Есть места Писания в языке Иля, есть еще некоторые места Писания, которые говорят о том, что Бог сначала приведет евреев в землю, и потом будет обращать их к себе. Есть ряд таких мест Писания, да? Есть. Но это, я вам хочу сказать, это не главное пророчество. Это не главное пророчество. На самом деле, это как бы пророчество второго уровня. Их не так много. Поверьте, мы с вами не разобрали все пророчества, которые говорят о той последней Алие, которая даже не началась. Те пророчества, которые говорят о нынешней Алие, их не так много, и почти все они неявные. Их нужно специально толковать, чтобы увидеть, что их можно отнести к нынешней Алие. Вы отмечаете это себе? Пожалуйста, запишите. почти все пророчества, которых можно отнести к нынешней Алие, они неявные. Слышите? Они неявные. Их нужно специально, особым образом толковать, чтобы увидеть, что они к ней относятся. Времени у меня сейчас больше нет. Я заканчиваю. Вы можете посмотреть, поискать такие пророчества сами. Алие.